Девушки отдыхают Они были страшно обрадованы Том Стаффин говорит О, это прекрасная идея Отпраздновать нашу встречу Конечно, прекрасная идея Какая встреча без русской водки Да без нашей, без Кристалловской Самой-самой из всех водок мира На столе бутылка рюмочки Эй, хозяюшка, вина налет Выпьем, милый рюмку сладкой водки Сердцу станет веселее Выпьем, милый рюмку водки Зар веселье Разогреет крова нам Пусть приходит завтра К нам погмелье Выпьем рюмочку до дна Как веселой песней О, заботы Отвекает голова Голубы, окоты Выпьем рюмку Все на свете Ты крова О, заботы О, заботы Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и попали На Кристалл Но не с парадного подъезда А оттуда Где начинается продукция Самого известного завода В этих старинных стенах Производится самая современная водка Которую знает не только в России Но и в Америке, в Азии, Европе Впрочем, есть ли на карте мира Такое место, где бы не знали Марку Кристалл Марку знают о истории Кристалла А история Кристалла Это вся история нашей страны За весь 20 век Вот в эту историю Мы сейчас и совершим путешествие В отличие от большинства русских царей Николай II был к водке равнодушен Но чтил традиции русского застолья Выпивал традиционные 100 граммов Так называемую гостевую Когда посещал полки Или военно-морские корабли Другое дело, что плохо пополнялась казна Водочными деньгами Вот тут-то ему на помощь и пришел Граф Витте Сергей Юрьевич Министр финансов А потом и премьер-министр России Который и ввел водочную монополию Вот он в пальто с меховым воротником Садится в автомобиль Чтобы ехать в зимний дворец Царю на прием Построил Витте за 10 лет 150 казенных заводов по всей России И делались они по одному образцу Вот такие, как братья-близнецы По единым стандартам делались бутылки Этикетки, пробки И даже места продаж Казенные винные лавки Которые окрестил народ любовно казенки Продавалось все только на вынос И в опечатанной казенной печатью посуде Стояла на ярлычках цена То, чего никогда не было раньше На водке частных фирм Торговля водки и вина велась только по будням И строго с 7 утра до 10 вечера Старался граффит и защитить интересы государству Пополнить казну и навести порядок И ему удалось Поступлению в бюджет составили Аж 24% от всех доходов страны В Москву монополия пришла в 1901 году Именно тогда и был построен Самый крупный в Москве казенный винный склад Номер один Ныне завод Кристалл Ту государственную монополию проводила Министерство финансов Премьер-министр Витте А нынешнюю проводишь ты Сергей Викторович Зеленко И Роспертром Проблем тогда было поменьше У Витте, скажем так Сейчас министерство финансов Не знает, за что хвататься Еще водку на них ноли Здесь на самом деле Можно убрать меня Но должна водкой заниматься Какая-то очень гибкая И оперативная структура К сожалению, да Дивидендов 30 тысяч долларов По актам Кристалла Государства Но я считаю, что это просто Над государством насмехались Мне поставлена задача И я ее выполняю Сейчас говорят, что водки Кристалл не имеет аналогов в мире Особенно по качеству Даже американцы это признают Которые, как это ни странно звучит Лидируют в мире По продаже русской водки Которую у себя производят Но это отдельная тема 24% бюджетных денег Давала водка При премьер-министре России А сегодня 10 набрать Ну никак не получается Все валит на криминал Что нельзя с ним никак совладать Вот бы у графа поучиться Сам факт, что завод существует 100 лет И он еще Как бы ничего с ним не произошло Ничто его не сломало Со времен его образования Это является, наверное, основным Как бы ощущением того Что это Это нечто большое Ну как бы ощущение силы Кристалл это флама водочной продукции Скажем так Пока государство Будет контролировать эту отрасль Я думаю, он будет Потому что на самом деле Там самая качественная продукция Кадры подготовленные Ну это тоже За день и делается Скажем так Ну и традиции есть Какие-то на заводе тоже Сознание гордости К национальному продукту Должно быть И то понимание Которое сейчас есть На бытовом уровне у населения О том, что водка Это просто является Там По-вусоскому Там уколоться и забыться Типа того, что Да Это как бы не совсем так Не очень много вещей в мире Которым человечество может гордиться Путешествуя по России Николай Александрович Романов Пришел в ярость Нужно спасать народ от пьянства Мне приходилось видеть Печальную картину Народной немощи Семейной нищеты И заброшенных хозяйств Неизбежные последствия Нетрезвой жизни Это он писал графу Витта Торопя его с введением Государственной монополии на водку Московские рабочие До семидесяти процентов Своего заработка Тратили на водку Это ли не повод Прийти царю в ярость А тот же немец Четырнадцать А американец Около четырех процентов У русского человека Всегда крайности Или вообще отказываются А если уж пьет То чертям становится Тошно Граф Витта это понимал Что борьба с пьянством Дело не одного дня Это похороны Графа Витта Не самые пышные Надо прямо сказать Не всем он был угоден Со своим переустройством Водочного промысла Православная церковь Искренне оплакивала Его смерть Он сделал гораздо больше В деле отрезвления России Чем кто-либо Из его предшественников Или последователей Оплакивали его смерть И в этом храме На улице Новоблагословенной Где и находится креста Дело в том Что в российских Производителей водки Это давняя традиция Давать средства На храм А потом Потом началась Мировая война В августе 14-го года Казенный винный склад Номер один Был закрыт До окончания Военных действий Во время войны В корпусах завода Разместился госпиталь Куда привозили С передовых позиций Раненых солдат Хотя есть сведения Что спирт завод Поставлял и в годы войны Союзной Франции Вот это по-нашему Сам погибай А товарища Выручай Многие известные Производители водки Работали на нужды фронта А впрочем Что там говорить Все дружно работали На победу Не зная Что будет Со страной Завтра А это Поверженный Зимний Взяли его И что сделали Первым делом Все побили Царям голову Поотрывали Вазы старинные Наделали Это уже потом Сперва порожнили Царские погреба Вин Начали революционные Матросы С напитков Дорогих А не наших Экзотических С коньяка Мартель Его выпили Первым А уже потом Добрались И до монопольки Нашей водки Пьяные погромы Показали Что революционный Народ Пока еще Не созрел Не проникся Идеей Отрезвления Ленин Решил Не только Не отменять Сухой закон Но даже Ужесточить Его вплоть До расстрела Большевистские Поэты Слагали Гневные Строки Для гидбригад Аль ты не видел Приказов На стене О пьяницах И о вине Вино выливать Велено О пьяных Сколько будет Увидено Столько и будет Расстреляно Но народ Никак не желал Отрезуляться В 22-м году Милиция и чекисты Обнаружили 94 тысячи Подпольных Винокурин А через два года Уже 275 тысяч А вот и времена Неппа Девушка-девушка Норму Надо знать Жить стало веселее Водка потекла Рекой Даже на экспорт А это кадры Первых экспортных Операций Кристалла В ближнее Зарубежье Латвию Литву И не в ближнее Египет Персию И Турцию Вот так и отправляли Водку Кристалл А это ручной насос Теперь такие Только в музеях Увидишь А ну-ка Продегустируем Что мы там на запад Отсылаем А это тоже на экспорт Как этот пояс Иосиф Сталин Московский кристалл Стремительно разворачивает Производство Как впрочем И вся страна В 32-м году Сталин упразднил Общество Трезвости Которые возникли При графе Витте За ненадобности Народ, мол, и сам Разберется Как ему жить И что ему пить Без советчиков На очередном Портсъезде Сталин сказал Что лучше Кабала заграничного капитала Или введение водки Ясно Мы остановимся На водке Бурные аплодисменты Жить Как скажет Сталин Стало интересно Жить стало веселее Его соратник по партии Микоян Еще яснее высказался Веселее стала жизнь Значит и выпить можно Но выпить так Чтобы рассудка не терять Между прочим Забегая вперед Скажем о тосте Сталину В 45-м году На банкете в Кремле В честь Дня Победы За великое терпение Всего русского народа А это Музей на заводе Кристал Тут собраны образцы Продукции завода За многие-многие годы Все эти напитки Были В разные времена На кремлевском столе Очередной Тост Сталина За здоровье Гитлера Которого любит Весь германский народ Нет Это друг из Японии За кого Сталин пил С тем потом и воевал А это застолье У всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина Он принимает поздравления С юбилеем Это последняя продукция Завода Кристал Завтра война На завод Кристал Немцы сбросили бомбы Во время налета на Москву Специально Или случайно В годы войны Здесь делали Бутылки С зажигательной смесью Значит разливали Так же И все значит Это отправляли Все Вот это вот завод Как говорится Стратегический был В этих цехах В этих цехах В годы войны Производилось оружие По эффективности Применение с которым Могла соперничать Разве что знаменитая Катюша В этих цехах Шел розлив Самого пожалуй Фирменного напитка Того времени Коктейля Молотова Этими бутылками С зажигательной смесью Потчевали немецкие танки На поступах столицы Сталин любил тосты В сорок пятом году Он поднимая рюмку водки Завода Кристалл Произнес За американскую промышленность Все верно Американцы нам помогли Чем могли А почему бы не поднять Рюмку за завод Кристалл И отметить его вклад В нашу великую победу А это новые времена При Хрущеве было много Поводов для застолий Как поется в песне Тогда летали на луну Тогда пахали целину Тогда достигли мы Сияющих вершин Никит Сергеевич Хрущев Он не только сажал кукурузу По всей стране Был большим любителем Не только выпить и закусить Но и активно вмешивался В работу винокуренной отрасли Предложил, например, делать водку Из нефти Чтобы экономить рожь и пшеницу Не хотите попробовать Нефтеводки На контрасте с Кристалловской Че, керосином отдают? Так это дело привычки Вот такое отношение у нас К национальному русскому напитку Французы или англичане За такое предконьяк И ливийский из нефти Своих президентов Или королей В раз бы сменили Только выдай что-нибудь подобное Ох, хорошо поют охотники Дружно Наверное, нефтеводки выпили Леонид Ильич, конечно же, не граф Витте Это тот хотел и водочную отрасль контролировать И с пьянством бороться При Брежневе все шло параллельными курсами Водки производилось вдоволь И пили тоже вдоволь Даже на рабочем месте Не стеснялись Золотая пора экспорта кристалла Пришлась на Брежневскую пору Русскую водку узнал весь мир Даже процесс мы выиграли в Европе Доказав, что только водка из России Настоящая русская водка А потом и проиграли Траурные флаги над Москвой Кончилась эпоха Брежневского застолья А какая начнется, никто пока не знает И снова праздники Это уже эпоха Юрия Андропова Кто помнит, что тогда было? Появилась в изобилии дешевая водка Андроповка Как ее прозвали в народе Начались соблавы на пьянице Эээ, осторожней с товарищем Издержки нового курса на отрезвение масс Вам, товарищ, вы трезвите Кажется, ничего хорошего из этого курса не вышло Но и заводу Кристалл, слава богу, не мешали Константин Черненко на трибуне Мавзолея К истории Кристалла, слава богу, отношения не имеют Как, впрочем, и к истории всей нашей страны Все ждут нового лидера Ага, вот и он Михаил Горбачев Куда-то он страну поведет Приехали, сухой закон Сухой закон-то вы застали? Застала, сухой закон Он у меня вот тут сидит Только мы заговорили с вами о сухом законе Даже солнце тут же спряталось Да, тут же спряталось Там уже было материально уже плохо Да Мы выпускали сиропы, очень высококачественные Сиропы стояли уже Никто их не брал Ну как это так, перевести ликор и водку на сиропы? Порубить виноградники Ну как это так Этих виноградников уже нет А Горбачев учит уму-разуму запад Народ стоит в очередях Пьет одеколон Саша и палитуру Сколько, интересно, мы потеряли на строительстве Байкало-Амурской магистрали Миллиарды? А на отрезвлении в сотни раз больше Хотя где теперь эти цифры найдешь? А пока Горбачев нянщил японских детей Русский народ делал свой выбор Люди как пили У нас северная страна У нас многие даже пьют для того, чтобы согреться Ну так образно скажем Ну был нужен какой-то Не знаю, неординарный ход Чтобы показать, что что-то делается в стране Наши руководители попытались Изменить генетику человека То есть наша нация всю жизнь была одна из наиболее пьющих Потом пришел пьющий ест Потом пришел пьющий ест Все было На водку, делайте что хотите Ну вот результат мы сейчас расхлевываем Давай, давай, Борис Давай, Борис, Борис Тебя дорога ввысь Ведет не в первый раз Поторопись, Борис Давай, Борис, напись Исполни песню президентскую для нас Нас не оставь, Борис При Путине вот сейчас мы наблюдаем У нас интересная ситуация Есть некое совмещение Да, мы понимаем, что здоровье нации здесь связано Следующим образом Что при общей либерализации политики в этой отрасли На арену вышли гидролизные заводы Которые, ну понятно, что спирт Генетически изменение там в третьем поколении могут быть Не говоря там, а ближайшие каких-то Он тоже как руководитель понимает Что страна с дебилами, она никому не нужна Спасибо вам, граф Витте За завод, который смог пережить времена царей, вождей, генеральных секретарей, президентов Сохранив все то лучшее, что было в него заложено сто лет назад Песни, о, заботы, отыкает голова Голубы, охоты, выпей рюмку Все на свете ты, крова Голубы, охоты, отыкает голова Голубы, охоты, отыкает голова Завода я хотел пожелать, чтобы он смог сохранить и дальше свои традиции И не потерял, скажем так, знамя, с которым он идет впереди всех А вам, рядовым потребителям, хочу пожелать, как бы, все-таки Пожалеть свое здоровье И пить качественную водку Голубы, охоты, отыкает голова